МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В школе, которую вы руководите в Коврове. По сути, такое ваше детище эта тема. И в бюджете, в рекомендациях к бюджету, точнее, Владимирской области, учли некоторые важные пункты, за которые вы тоже радовали и, собственно, это обсуждали. Давайте расскажем поподробнее, какие меры поддержки, может быть, коснутся кадетских классов и почему это так важно. Во-первых, сегодня кадетское движение – это одно из направлений по патриотическому воспитанию. Это очень важное направление, нужное направление. И, конечно же, его надо развивать безусловно. И сегодня, на самом деле, в условиях, наверное, какого-то подъема патриотизма, потребность кадетских классов возрастает. Я могу сказать, что вот мы, допустим, три года назад впервые создали пятый кадетский класс, сегодня они седьмой кадетский. И из года в год у родителей, у населения, в общем-то, растет вот эта потребность в том, чтобы ребенок пошел в кадетский класс. И запрос этот возрастает. Классы набираем моментально, я могу сказать, буквально за одну ночь. Вот, классы, даже заявлений очень много, то есть это классы по 35 человек. Большие. Большие, да. То есть потребность есть, спрос есть. И для удовлетворения этой потребности нам требуется, ну, скажем так, более дорогое содержание этих классов и этого вида образования. Нужна, допустим, материально-техническая база особая, вот, затратная. А в принципе, допустим, подушевое финансирование предусматривает, что для классов не кадетского профиля, что для классов, ну, нормы я назову, да. Вот, в любом случае идут одни и те же деньги за каждым ребенком. И поэтому финансирование это недостаточно. В первую очередь необходимо обратить внимание на это было нашего руководства области. И в результате, значит, была предложена вот такая инициатива. Она прозвучала впервые на комитете, сентябрьском, на комитете по образованию. И она безоговорочно была поддержана всеми членами коллектива, комитета. И затем вынесена на законодательное собрание, где законодательное собрание также безоговорочно поддержало эту инициативу. И было принято решение рекомендовать администрации Владимирской области к рассмотрению этого вопроса и внесению его в областной бюджет уже на 23-й год. Что я хочу сказать? Мне приятно то, что на самом деле, я же в школе работаю, поэтому я знаю непосредственно, тут же пошли определенного рода запросы для расчета необходимых сумм. Дело не только в том, что мы поддерживаем здесь материально-техническую базу. Дело в том, что мы создаем особые условия для детей, которые в кадетском классе учатся. Смотрите, питание необходимо, потому что дети находятся в особом режиме. Если школьники других классов заканчивают где-то к 13.00, то у этих детей более продолжительный учебный день. Да, потому что много специализированных еще занятий дополнительных. Потом дети должны в этом развиваться, вкус чувствовать, что они особую какую-то профессию в будущем выбирают. Поэтому дети должны участвовать в различного рода форумах, конкурсах и так далее. Выезжают, да? Они выезжают постоянно. Они на протяжении особенно летнего периода выезжали, во всяком случае, мои где-то три раза. У нас, тем более, вы знаете, очень достойные кадетские классы. Недавно проходил форум или фестиваль кадетских классов всероссийских, где проходят соревнования. И команда кадетов из 4-й школы города воинских славы Ковров заняла первое место. С особой гордостью. Да. Заняла первое место. И, понимаете, надо это поддерживать. Надо поддерживать то, что ребята куда-то едут. Интерес желаний. Сегодня это ложится на плечи либо муниципалитета дополнительной нагрузкой, либо родительские плечи, либо образовательной организации. Но, точнее, даже все вместе. И поэтому вот эта инициатива была предложена. Она, на самом деле, обсуждалась с депутатами фракции «Единая Россия». Мы обсуждали, как бы эта идея рождалась, она не сразу так вот проявилась и появилась. И в итоге была поддержана законодательным собранием. Но сейчас, по всей вероятности, готовятся какие-то меры поддержки, которые позволят нам развивать кадетское движение. То есть это уже мы говорим о периоде, наверное, следующего года. Конечно. Бюджет сейчас появился на 2023 год. Здорово. Будем надеяться, что уже в следующем году эти меры поддержки будут ощутимы. Я уверена, что они будут. Давайте тогда перейдем от вопроса кадетского движения, кадетских классов. Перейдем, наверное, к ремонту школ в целом, образовательных учреждений. В общем-то, ремонт школ – функция, если так говорить, муниципального управления, муниципалитетов. Но, в принципе, мы говорили о том, что есть и такие федеральные программы поддержки. Вот как у нас с этим обстоит вопрос? Как мы работаем в направлении того, чтобы наши школы тоже получали дополнительное финансирование? Сегодня мне приятно отметить то, что в этом направлении мы работаем. Работаем серьезно, активно. Что я имею в виду? Когда эта программа была введена, это 2021 год, но точнее, она была в конце 2020 уже объявлена о том, что она будет. И в начале 2021 года должны были быть проведены определенные действия для того, чтобы могли школы попасть в эту программу. Во-первых, я должна отметить первоначально, те критерии, по которым можно было попасть в эту программу для школ, они позволили бы всего-навсего двум или трем школам Владимирской области всей только лишь попасть. Потому что там такой критерий стоял, что школы, которые подлежат капитальному ремонту, при этом, соответственно, должно быть заключение, которое предписывает этот капитальный ремонт. Но дело в том, что когда получает школа такое заключение, это означает, что школа не может осуществлять деятельность на территории или в помещениях этого здания, которое подлежит капитальному ремонту. Честно говоря, на период капитального ремонта школа должна быть расформирована и вообще с момента получения заключения. Поэтому, на самом деле, для того, чтобы эта программа позволила, была более доступной для большинства школ, необходимо было для начала отработать с федералами по вопросу расширения вот этих критериев, списка этих критериев для того, чтобы все-таки какие-то нашлись возможности школам получить федеральные деньги на ремонт. Этого не было сделано изначально. Затем необходимо было, соответственно, направить определенную документацию, подтверждающую и то, что школе необходим капремонт, но еще и проектно-сметная документация, которая оговаривает, какие это суммы, какие объемы и так далее. И это тоже не было сделано. То есть, если честно, это просто вообще никакого движения. То есть мы как-то проигнорировали возможность такую федерального финансирования. Тем более ремонты сегодня это очень дорого. Ну и в итоге в прошлом году, как раз в октябре, когда состоялась первая же встреча на тот момент временно исполняющего обязанности Авдеева Александра Александровича с фракцией «Единая Россия», этот вопрос прозвучал именно в таком контексте, что, во-первых, обратиться, чтобы критерии изменились, доступность этой программы была больше. И, во-вторых, может быть, найти возможность, чтобы наши школы туда попали. И началась эта работа незамедлительно, я могу сказать сразу. То есть, действительно, уже к концу 2021 года были пересмотрены вот эти позиции, и появилась возможность практически большинства школ туда попасть. Другой вопрос. Начали готовить проектно-сметную документацию или ту необходимую документацию, которая определила бы попадание школ в эту программу. И здесь, конечно, еще один такой момент сложноватый. Дело в том, что надо уметь качественно эту документацию готовить. Это некачественная документация, влечет отказ. И в итоге началась серьезная большая работа. Действительно, вот просто сделаны большие серьезные шаги для того, чтобы попасть в эту федеральную программу. И, как я понимаю, начиная где-то с 2024 года, этот процесс для нас станет открытым. Но на все нужны сроки, процедурные моменты, поэтому это сразу не бывает. И здесь я сразу же хочу еще один момент отметить. Знаете, что было принято просто, на мой взгляд, такое серьезное решение, беспрецедентное решение. Появилась возможность, нашли, вернее, такую возможность, все-таки, пускай не огромными какими-то количествами, но ремонтировать школы за счет средств регионального бюджета. И этот процесс был запущен. Это уже очень важно. Да, это очень важно. А потом, знаете, это забота. Это забота о данном месте, данных объектах, тем более, что это связаны объекты с детством. И поэтому это очень важно, что такое внимание было уделено со стороны, как и исполнительной власти, со стороны законодательной власти региона. Очень важный такой шаг. И мне приятно, что этот шаг продолжается. Движение, да. Этот путь, да. И на следующий год уже заложены, по-моему, 9 школ в областном бюджете на ремонт. И как бы это будет продолжаться процесс. Такая полномерная работа. Да, да, да. И действительно можно согласиться с тем, что, наверное, в некоторых случаях даже не стоит дожидаться, когда уже, собственно, понадобится такой глобальный капитальный ремонт. Просто поддерживание, да, периодическое состояние школы уже многое дает. Да, вы знаете, что, вот на самом деле, допустим, для муниципалитетов это достаточно сложно поддерживать в должном состоянии здание школ. А здания-то у нас есть совсем старые, скажем, ветхие. Давних-давних лет построить. Да. Есть те, которые строились, извините, в такое не очень стабильное время, допустим, 90-е годы, когда, с одной стороны, не было вот той госприемки, которая существовала при Советском Союзе. Новое государство еще не было создано в должной мере. И в результате вот школы 90-х годов, они как раз отличаются тем, что вроде бы не сказать, что это давние постройки здания, и в то же время качество не очень. Это заметно на самом деле. И вообще, знаете, что изменилось за последнее время? Даже внешнее восприятие, вот те стандарты, которые сегодня существуют для точек роста, цифровой образовательной среды, даже к помещениям, они иные, современные, туда приятно заходить. Ты находишься в какой-то психологически комфортной атмосфере, и это здорово. Отсюда развитие. Да, да, это нужны деньги для того, чтобы именно такие территории у нас были, создавались даже в тех зданиях, которые уже сегодня есть. И да, спасибо большое за такое глубокое освещение этого вопроса. И перейдем, да, о школе переходим к оздоровительным лагерям, к следующей теме, да, тоже такая очень важная тематика. Вы, как депутат и как педагог, часто поднимаете вопросы, касающиеся оздоровительных лагерей, отдыха детей. И в том числе есть такая инициатива, чтобы использовать оздоровительные лагеря, в том числе и как методические центры. Расскажите, пожалуйста, об этом. Я сначала скажу не как о методических центрах, а это потом добавлю. Да, да. Вы знаете, мне всегда немножко не по себе было от того, что наши дети, когда покупают путевки в какие-то лагеря, они выбирают лагеря не в Владимирской области. Я прекрасно понимаю, почему. И потому что я была в лагерях некоторых соседних областей, видела, что это такое, видела те программы, которые существуют. Ну, на самом деле, после окончания университета я была направлена в Ивановскую область в школу. И уже тогда существовала программа оздоровления для учащихся Ивановской области, когда они уезжали на определенный срок там санаторно-курортного лечения и получали оздоровление на базе как лагерей многочисленных, так и санаториев, которые есть на территории Ивановской области. Вместе с учителем туда приезжают. Если это начальная школа, вот они там находятся, обучаются вместе с своим учителем. Учитель оздоравливается, проходит эту программу. Дети ее проходят. Это все бесплатно для них. И это уже существует у них на протяжении практически большого времени, такой, как у меня стаж. И до сих пор она продолжает действовать. Мне очень хотелось, чтобы у наших ребят тоже были такие возможности. Это первое. Второе. Особенно, когда я депутатом стала, я стала уже масштаб другой, мысли и переживаний. И вы знаете, что бюджет должен пополняться здесь. Тем более, сегодня программы разные, и федеральные программы существуют, и региональные программы по поддержке отдыха и оздоровления детей. И очень бы хотелось, чтобы это происходило на территории Владимирской области, для того, чтобы наш бюджет пополнялся как средствами, можно сказать, пришедшими с федеральной стороны, так и с собственными региональными. А для этого нужны лагеря, которые будут в таком состоянии, что они конкурентно способны. Привлекали людей. Да, по сравнению с лагерями, ну хотя бы ЦФО. Для этого что нужно? Во-первых, хорошая материально-техническая база. Несколько лет назад, ну правда, там с определенными трудностями, но тем не менее, мы добились того, чтобы поддержка со стороны региона на лагеря ежегодно шла. Это по одному миллиону рублей выделяется в региональном бюджете. Сначала это была разовая такая поддержка, затем на следующий год мы сумели добиться, чтобы это вошло в строку регионального бюджета, и с тех пор она уже есть. Я вам скажу больше. Если раньше, там же идет на лагерь и на образовательные организации по подготовке к новому учебному году деньги. И если раньше не ожидаем, будут, не будут, сомневаемся, мы их не планировали, не рассчитывали на них, то сейчас уже эта работа проводится заранее, и можно будет правильно, более грамотно эти средства распределить и использовать. Что очень важно, когда идет эффективное использование этих средств. Здесь же, но этих, понятно, денег не совсем достаточно. Ну, я бы даже сказала, недостаточно. Во-первых, материально-техническая база наших лагерей остается, ну, оставляет желать лучшего гораздо. И это раз. И поэтому появилась необходимость, и вот на той же самой встрече с фракцией «Единая Россия» Александра Александровича этот вопрос тоже был озвучен. Ну, честно говоря, я и озвучила этот вопрос. Второе, что необходимо, помимо вот этих денег, конечно же, должно быть, знаете, такое профильное, что ли, распределение. Программы должны быть разнообразны. Есть обучающие программы для одаренных, есть программы обучающие для детей, допустим, с ОВЗ. Есть программы оздоровления. То есть они должны, с одной стороны, у нас вот так вот на карту Владимирской области лечь, и мы знаем, вот здесь вот мы можем направить детей, чтобы они специализированно здесь отдохнули. Вот сюда направим тоже специализированно. И оно должно быть разнообразное и привлекательное. И там, уже внутри вот этой специализированной программы, конечно, надо собственную привлекательность делать. За счет чего? За счет, а каково содержание этой здравительной программы с одной стороны, обучающей с другой стороны. Ну, в общем, вот это само наполнение. И вот, знаете, когда вот эта инициатива, ну, это не инициатива, это просто было такое предложение, и Александр Александрович себе там все это фиксировал, ну, и он сказал такую фразу тогда, мы займемся этим вопросом в феврале. Ну, как бы займемся и займемся все. И на День Учителя, перед Днем Учителя накануне, когда было областное, ну, скажем так, торжественное мероприятие, где поздравляли наших педагогов Владимирской области и награждали педагогов. Ну, мне довелось пообщаться с Куемом Владимиром Алексеевичем, и он не знал о том, что, ну, допустим, я там это вот предлагала, и меня как-то это интересует, волнует. Он просто рассказывал, так вот очень, знаете, с горящими глазами, вот рассказывал фактически о том, как реализовать мою мечту. Я честно ему сказала об этом. Говорю, вы не представляете, какие меня переполняют сейчас чувства. Вы рассказываете, а я вам скажу, я как раз вот это высказала. И, в общем-то, очень здорово, что вот так вот совпали все эти желания, интересы, возможности. И в результате я очень надеюсь, что достаточно быстро эта тема будет развита. И очень важно, это тоже сегодня, знаете, на самом деле, я бы сказала, особенность именно лучших наших вот этих вот, ну, скажем, лагерей там или организаций, которые такие вещи организовывают, как раз вот они делают что? С одной стороны, дети могут оздоравливаться, обучаться, повышать свой какой-то там уровень. Общаться друг с другом. Да, ну, это само собой, это всегда в лагерях происходит. Но еще и педагогам предоставляется возможность. Я вообще мечтаю, чтобы была для педагогов своя программа, которая позволит здоровье поддерживать в хорошем состоянии, психоэмоциональное состояние поддерживать в хорошем состоянии, творческий вот этот вот, понимаете, стимул должен быть, да. Да, и это как раз могло бы происходить в условиях, ну, вот таких вот программ, о которых мы сейчас говорим. И я это услышала тоже, вот как бы в планах, в том, как это будет реализовываться, я услышала, что это будет, это очень бы хорошо. То есть как раз, да, будет касаться, что это и дополнительное какое-то, и образование, и отдых внутри. Да, да, это ты получаешь наслаждение от того дела жизни, которым ты занимаешься. Это очень важно. Ну, по сути, да, это, по сути, призвание, да, мы говорим о том, что это больше, чем профессия. Тогда перейдем еще к такому тоже актуальному вопросу, безопасность школ. К сожалению, ну, вот происходят инциденты самые разные в образовательных учреждениях в нашей стране. Как вы считаете, вот, да, стараются усилить меры безопасности, и охрана, да, и вот этот вот пропускной режим в школах. Вот в чем вы видите, может быть, есть какие-то еще варианты, как еще обезопасить школу, и вообще, как эту работу выстроить, чтобы все-таки школа становилась таким местом, где действительно абсолютно никто не может... Вы знаете, вот такие вот случаи, которые, допустим, нам известны, я не буду о них, не хочу их касаться. Ну, трагедии, да, которые проходили? Они обычно выявляют, тут же вызывают необходимость всех проверять. У нас существуют определенные требования, они прописаны в соответствующих законах, но это были требования безопасности и те, которые Роспотребнадзор выставляет, и те, которые выставляет, допустим, антитеррористическая компания, и те, которые выставляет Госпожнадзор. Ну, вот эти требования, они все на самом деле существуют, но они бесконечно менялись. Почему они менялись? Потому что время диктует какие-то там еще и еще усиления, на самом деле, да. Ну, на мой взгляд, да, и сейчас Ольга Николаевна Хохлова еще летом произнесла, что будет принят документ, в котором сведутся все эти правила в один документ, и появится возможность исключить накладки. Потому что, вы знаете, по антитеррору двери не должны закрываться, или наоборот, закрываться, да. А по Госпожнадзору наоборот они должны быть открытыми. Но это я как пример самый простой привела. На самом деле, там, получается, накладок было достаточно много. Более того. Разные ведомства, да, простите, я вас перебью. Да, они друг с другом-то, да, они не согласовывают, но дело даже не в этом, дело не в накладках, а дело в том, что все время шло наслоение, наслоение, наслоение вот этих вот требований. Ну, в общем-то, от них уже даже и голова кружится. Это очень сложно, да, с больно накручиваться. Да, это сложно вот в таких условиях работать и соответствовать вот всему. Поэтому, на самом деле, в общем-то, хорошо, что будет какой-то единый документ. Понятно, что он выйдет, потом будет дорабатываться еще, в зависимости от того, где какие-то возникают ситуации уже индивидуальные, и чтобы все вот было подведено под единые действительно требования. Так вот, что я вам скажу. Здесь вопрос достаточно сложный. Вот уже была инициатива по этому поводу, она не случайно, эта инициатива возникла. И здесь вот какой путь, на мой взгляд, решения этой проблемы есть. Вот необходимо, наверное, создать такой вот стандарт безопасности, который характерен будет для нашей местности. Вот понимаете, в чем дело? Например, было на круглом столе, который проходил в июле месяце, как раз по вопросам безопасности. Было, например, такой вот, там, как пример, приводили школы в Израиле. Я была в этих школах, я видела эти школы. Да, действительно, они находятся как в каменном мешке. То есть у них, представляете, территория. Такая крепость. Территория, да, она, это камень монолитный, такой высокий. Понятно, что это, но это Израиль. Мы не можем так вот брать и, допустим, к себе применять. Здесь все по-другому у нас должно происходить. Но, во-первых, мы должны просто для себя определить вот этот стандарт, под который можно подвести каждую школу. Что в дальнейшем сделать? Оценить. А вот, допустим, есть школа вот эта. Ну, каждый сам может себя оценить и сказать. Вот, знаете, у меня вот этот минимум весь уже обеспечен. Другая школа скажет, что, а вы знаете, а у меня вот этого и этого нет. И, соответственно, вот когда мы уже все оценим, да, и мы индивидуально по вот этим данным сможем, наверное, какую-то программу безопасности создать, попытка такой программы была. Ну, еще при Светлане Юрьевне Орловой, как раз, наверное, где-то вот в последние, скажем, годы или там какой-то период ее здесь руководства в области. И были первые шаги сделаны. Тогда были выделены средства для того, чтобы мы укрепили входные группы, сделали их более, скажем так, защищенными. Но, правда, это все потом прекратилось. И вот на сегодняшний момент я могу сказать, что это абсолютно точно. Потребность такой программы существует. Она еще существует почему? Вот первое, что технические средства оснащения. Мало того, что требования к ним меняются стремительно достаточно. И при этом еще одна проблема возникает. Вот, допустим, я там АПС установила, монтировала в соответствии с теми новыми требованиями, которые вышли. То есть у меня была одна АПС. А давайте с ним объясняли АПС что такое? Так, противопожарная автоматическая система. Автоматическая противопожарная система. То есть та, которая сигнализирует, что где-то есть пожар. Да, задымление. Будет и здесь эти оповещения. Пойдет оповещение, соответственно, в определенные организации, которые должны об этом узнать. И как можно скорее, что называется, прийти на помощь. Изменились требования, причем даже иногда элементарные требования. Там от лампы больше расстояние должно быть у этой системы. Там, например, у датчика. И в результате дальше происходит следующее. Смонтировали новую систему. Это большие деньги. Период прошел небольшой от первой до второй системы. А в итоге я не могу ее использовать. Мне надо новую. И причем цена возросла за этот период значительно. Вот. Это раз. Второе. После того, как... Вот сейчас, допустим, есть система. Но, например, заменить какой-то элемент этой системы я уже не могу, потому что ее не производят. Так как изменились какие-либо требования КПС. И зачем производить то, что не соответствуется? Они теперь новые производят, производители. И поэтому возникают новые сложности. То есть возникает необходимость полностью заменить АПС. Я могу сказать, если хотите, по стоимости для небольшого детского сада, я имею в виду по площадям небольшого, это порядка... Вот сегодня 800 тысяч. Для побольше детского сада, немножко побольше, это будет порядка полутора миллионов. А для такой школы, например, как у меня, это 5 миллионов. Это очень большие деньги, да. И, конечно же, те деньги, которые ежегодно выделяются, выделяется 250 миллионов у нас образовательных. Это на все образовательные организации. У нас их 1189 или 90, я чуть-чуть могу ошибиться. Но, тем не менее, если разделить это 230 тысяч, так это не только на безопасность. Это и на другие вопросы, которые приведут к тому, что акт готовности к новому учебному году будет подписан. И школа начнет учебный год без проблем. Ну, в общем-то, это хорошо, что эти меры поддержки сегодня существуют, и я рада, что они есть. Но, тем не менее, нам надо двигаться вперед. Дело в том, что если грамотная программа будет продуманная, безопасности комплексной, то в результате эта программа даст какой плод у нас будет под стандарт, под хотя бы минимум какой-то, будут школы более защищенными. Тут даже есть еще одна проблема. Вот смотрите, по законодательству должны работать частные охранные предприятия, осуществлять охрану. Но дело в том, что насколько наши охранные предприятия оказались к этому готовы, даже с точки зрения кадровой оснащенности. Не готовы, я сразу говорю. Потому что кадры найти непросто, кадры найти сложно. Есть текучка. Вот, и текучка. Сейчас еще представьте, это же люди, которые, допустим, имеют определенные навыки, которые они в своей профессиональной предыдущей деятельности приобрели, здоровье определенное, требования к ним же есть. И представьте себе, как раз идет мобилизация, и тут еще усложнился этот процесс. Ну, вот, например, вот эта направленность, да, вторая направленность. По законодательству муниципалитеты должны обеспечивать финансирование этой деятельности. И это легло очень таким тяжелым бременем для муниципалитетов. Без исключения всех у нас. Вот, сложности испытывают все. И в результате тут надо этот вопрос тоже продумать. Нам важно, чтобы безопасность была обеспечена. Давайте вместе ее обеспечивать. Давайте смотреть, как с этим работать. Вот, и, возможно, тут, опять же, два направления. С одной стороны, надо подумать, что должно быть, наверное, где-то на базе, может быть, высших учебных заведений. Это специализация охрана в школах. Вот, и людей изначально этому обучать. И они знают, что они после окончания, раз выбрали этот путь, они пойдут в школу и будут вести охранную деятельность. Почему нет? Вот, с другой стороны, это понятно, что финансовая составляющая этого вопроса. То есть тут, конечно, на самом деле поле для работы большое. И вы знаете, как одна из приоритетных тем, это работа как раз по вопросу обеспечения безопасности школ. Так он это осветил, хотя там, на самом деле, просто образовательных организаций. Все это дети, все наши дети. И надо для всех эти условия безопасности создать. Действительно, мы понимаем, что нужно какое-то единообразие, которое можно было бы применять. Очень хорошо, что этим озабочены люди. Сейчас, получается, они как будто объединяются вокруг этой темы. Появляются те, кто ее начинает понимать, начинает вникать, двигаться. Я-то свои какие-то видения изложила. А у кого-то, может быть, свои идеи, ради бога. Самое главное, что люди за стол, какой-то круглый стол, садятся по этой теме. Спасибо большое. И тоже такой важный кадровый вопрос. Нам в разных сферах не хватает специалистов. Но медицинская сфера, наверное, для Владимирской области уязвима. И педагогическая. Здесь чем возникают трудности кадровые? И как их решать, на ваш взгляд? Да я, знаете, вам что скажу. Сегодня, как показывает практика, вот мы сейчас только с вами о другой сфере об охране говорили. И тоже самые проблемы-то они похожи. И эти проблемы, на самом деле, сегодня в любых сферах. Я первое, что хочу сказать. Просто сегодня есть демографическая яма. Это тот возраст, который пришелся на рождение детей. 90-е, 2000-е года. То есть получается, да, поколение среднего возраста. Да, там просто, там как раз это тот возраст, который сегодня должен пополнить кадровые все ряды, наполнить кадровые резервы. Но их мало, там рождаемость была снижена. Там трудное было время. И поэтому там детей рождалось мало. Сегодня эти же люди, в плюс к этому, они находятся часто в декретах. Это очень здорово, что они рожают. Это связано, наверное, прежде всего, с вот такой вот политикой государства вообще. И, между прочим, региональный бюджет, во всяком случае, в Владимирской области, я думаю, и в других регионах тоже, он имеет социальную направленность. То есть меры поддержки семьи, детства, материнства, они достаточно широкие и активно внедряются. И вот сегодня по этим причинам, совершенно объективным, мы имеем, ну, скажем так, испытываем кадровый дефицит. Но в то же время есть меры поддержки различные. И в том числе и материальные меры. Но то, что касается медицины, очень долго решался вопрос по поводу того, что должен быть вуз медицинский у нас во Владимирской области. Ну и сейчас вы прекрасно знаете, что этот вопрос не просто с места стронулся, он просто стал активно развиваться. То есть уже подписаны определенные договоренности, соглашения, и такой медицинский факультет будет открыт. Все, уже издание подобрали, и сейчас будет идти наполнение кадровое вот этого обучения. И затем будет проведена работа по тому, чтобы поступили наши, скажем, жители Владимирской области на этот факультет, учились. Понятно, что цена вопроса – это годы до момента, когда первые кадры будут выпущены. Более того, там надо будет найти какие-то привлекательные меры поддержки для того, чтобы эти кадры… Соответственно, люди оставались. Вот я вам сегодня рассказывала, когда про лагеря, и мы говорили о педагогах, которые будут иметь такие вот… А это тоже меры поддержки. Как один из вариантов, да. Как один из вариантов, ну, как одна из мер поддержки, это очень тоже хорошо. И дело тут не в материальной как раз стране, а просто условия у педагогов, у медицинских работников должны быть такие, чтобы их работа-то не просто там нравилась, а она приносила удовлетворение, радость. Человек чувствовал себя здоровым от того, что он занимается таким прекрасным делом. И вот когда мы достигнем вот таких вот условий, у нас будет немножко проще. Вот, например, смотрите, у нас в точности также очень много лет решался вопрос об открытии филиала педагогического училища в городе Коврове. Сейчас этот вопрос тоже, ну, скажем так, решается, решен даже, можно сказать. Но этот вопрос немедленно, опять же, не оттягивая, чтобы ждать, когда там через годы будут первые выпускники, надо расширять. То есть расширять, ну, развивать. Развивать каким образом? Во-первых, сегодня это 25 бюджетных мест на дошкольное воспитание. Вы имеете в виду в университете? Филиаре педагогического училища. Вот, 25 бюджетных мест на дошкольное воспитание. Все, пока больше ничего не представлено. С 1 сентября 2023 года планируется ввести еще одну специальность, там начальная школа, начальное обучение. И тоже будет, наверное, выделено какое-то количество бюджетных мест, небольшое. Но вы представьте себе, при такой острейшей нехватке кадров, хоть воспитатели, хоть учителей начальной школы, 25 через 4 года, когда они там закончат, вот, это не такое великое пополнение будет кадров. И поэтому здесь надо побыстрее, наверное, внедрять, во-первых, больше специальностей. Во-вторых, возможно посмотреть, каким образом можно удешевить платные, если предоставлять вот эту услугу, платные места. Это тоже возможный вариант. Тут можно использовать, скажем так, опытных педагогов, которые работают на территории самого города. И тогда вот это даст возможность удешевить услугу. То есть тут этот вопрос тоже надо продумывать. Не надо думать, что вот мы решили вопрос. Нет, не решили. Открыли все, да. Его надо развить. И очень бы хотелось. Мы же ведь можем пополнить кадры и кадрами. И школы Коврова там, или детские сады Коврова, и Ковровского района, соседний Везняковский район у нас. Ну, то есть тут на самом деле Камешковский район. Тут на самом деле есть возможность и детям обучаться из этих районов. Соответственно, потом приходить в качестве уже педагогов. Да, приходить в школы для того, чтобы у нас не было такой острой нехватки. То есть тут вопросы не должны стоять на месте. Немедленное развитие, ускоренное развитие. И я думаю, это возможно при сегодняшних настроениях и в исполнительной законодательной власти, и при сегодняшних взаимоотношениях и того и другого. Я думаю, что это реально абсолютно. Ну, на этой прекрасной ноте мы тогда с вами завершаем нашу беседу. Спасибо большое, Инна Евгеньевна. И вам спасибо. И вам обсудили такие важные вопросы, и педагогические, и не только. Будем рады видеть вас в нашей студии еще и не раз. Я напоминаю, что у нас в гостях была депутат Законодательного собрания Владимирской области Инна Гаврилова. До новых встреч.